Спасение утопающих – дело рукотнуть не самих утопающих, а скорее окружающих. Как показывает практика, зачастую именно они приходят на помощь тому, кто тонет. С приходом аномальной жары в Тверской регион количество несчастных случаев на воде увеличилось. К сожалению, не все они заканчиваются удачно по разным причинам. Но все же спасти утопающего зачастую есть шанс. Главное здесь – правильно оказать первую медицинскую помощь. Врачи Тверской станции скорой помощи провели мастер-класс журналисту нашего телеканала и рассказали, что нужно делать в такой ситуации, а чего категорически нельзя. Спасение от аномального зноя жители городов часто ищут у водоемов. В Твери наибольшей популярностью пользуются карьеры река Тверца и, конечно же, Волга. В этом году жители региона открыли купальный сезон довольно рано, еще в май. Благо, погода позволяла. Однако почти за два месяца утонули 15 человек, причем 7 несовершеннолетних. Причиной трагедии зачастую становится банальная человеческая невнимательность. Оступился в воде, не рассчитал глубину или же подводит здоровье. Например, стало нехорошо в воде. Первым делом нужно немедленно вызвать скорую помощь. Если человек в сознании, то нужно дать ему откашлиться. Как только достали пострадавшего из воды, рассказывает врач Тверской станции, скорой медицинской помощи Наталья Скиба, необходимо его перевернуть на живот, немного опустив голову вниз. Например, положив тело на согнутое колено. И произвести пять ударов по спине, нижней части грудной клетки сзади, такие толчковые движения для того, чтобы вышла поверхностная вода из полосерта верхних дыхательных путей. На все про все примерно секунд 15. После купальщик должен прийти в себя. До приезда скорой его нужно накрыть сухим полотенцем и уложить. Сгибаем ближнюю руку к себе и кладем под щеку, и далее сгибаем ногу в колени. Но если пострадавший в бессознательном состоянии, задача усложняется. Здесь нужно первым делом попытаться открыть рот. Применяем такой прием. Ложим одну ладонь на лоб, другая кисть, два пальца под подвородочную область. Приподнимаем нижнюю челюсть, надавливая на лоб. Голова запрокидывается. Это помогает освободить дыхательные пути от речной грязи. Далее оцениваем состояние, есть ли дыхание и пульс. Достаточно послушать и посмотреть за грудной клеткой и приложить два пальца на сонную артерию на шее. Если это все есть, кладем на бок. Если нет, начинаем сердечно-легочную реанимацию. Вначале первые пять вдохов, далее качаем. Определяем середину расстояния на грудине от еремной впадины до мечевидного отростка грудины. Середина расстояния. Если рот не удалось открыть, а такое бывает, то искусственное дыхание делается через нос. При этом стоит учитывать и возраст пострадавшего. Чтобы правильно оказать первую помощь ребенку, нужно помнить некоторые нюансы. Во-первых, детям мы до семи лет качаем одной рукой. Дыхание проводится одновременно через нос и через рот. Медики напоминают еще об одном важном моменте. Если пострадавший, например, нырял или прыгал в воду, нужно учитывать вероятность у него травмы шейного отдела. Определить его у человека, который находится без сознания, может только медик. Вытаскивать утонувшего нужно на твердой поверхности. Но если таковой нет, то можно действовать так. У человека вот таким образом, подмышку с обратной стороны, грудную клетку и голову укладывают себе на грудную клетку. И плывут на спине, гребя уже свободной рукой. Проводить спасательные мероприятия нужно до тех пор, пока пострадавший не задышится. Чтобы вернуть человека к жизни, есть 5-6 минут с момента потери сознания и остановки дыхания. Иначе от кислородного голодания умирает мозг. И в любом случае не оставлять без внимания спасенного до приезда скорой помощи. Чтобы не стать участником подобного инцидента, спасатели советуют купаться в специально отведенных местах. Не отплывать от берега и не игнорировать предупредительные знаки.